наговаривает на ушко клименту нашептывает у нас уже билеты опаздываю на трансфер не играй третью карту пожалеешь гейминг либо 3 либо 4 позиция в идеале конечно хотя они видят хардера видится так герой они могут забирать кора вот сейчас кто у нас там с медузой снова террор блейд хорошо работает хотя кстати говоря террор блейд против тайт хантера не рекомендую вообще не в дальнейшем по игре слишком высокий белый урон который полностью срезается и нечерсмешем тоже герой ангел герой бани герой бани герой бани опа у меня нет это шанс но брюмастера брюмастера уже не появится и за тайт ханта разве что вид что-то луну вич гейминг что-то из этой серии в бане нет нет в бане тогда морфа морф также страдает как тб от ты дайди до этого морфа сначала у него по крайней мере есть в форме адептив страйк то есть он может как-то вот находясь под дебаффом анчер смеша разруливать ситуацию этими скиллами террор блейд не может а то есть рефлекшн рефлекшн с клокверка и тайт хантера какой-то вялый вялый да ну если возьмут каких-то героев против которых рефлекшны хорошо работают а почему бы нет ну есть урса например вот для вичи гейминг никак не коррелирует с шедо демоном зато уничтожает тайт хантер класс того же бойник и просто под soul catcher вылазить из-под него пропагандируйте вы джентльмены этого клинк за ну я согласен а чё нет он не нужно более мне тоже нравится он стоит на линии гоняет очень сильно тайт хантера это раз ему нужно много артефакт на покупать соль ринг там пт и медальку и уходит с лайна и оставляет линию shadow demon ну или то есть другому какому-то хорошему важному саппорту который опыт быстренько 6 лэвл покупать там какие-то быстрые арканы респект таким кэри которые оставляют line саппорту за копику я вот опять же хочу сказать что тут очень много героев потому что shadow demon плюс скорпионы это почти гарантированный килл тайт хантер и даже без скоро ты можешь просто взять любого героя там докинет любой скил уже будет работать 2222 2 тхд 2 тхд вы из них оригинальный тайт хантер естественно собой левый левый скил левый талант 25 не многие знают но в первой доте были была ветка таланта скрытое ну что же увечу гейминг на самом деле это побольше времени на подумать секрет потратили практически весь бонус тайм 10 секунд буквально осталось вот они взяли джекиры себе вич очень грамотно все этот распек делают они оставляют на первую вторую позицию как раз таки с дум саму своим и у них четвертая мне кажется игру подряд ласпик как-то не так вот выбирают что все время достается на ласпик шапка вот он герой для папарацци с ларк чем он хорош все время забываю что вот любят против тайт хантеров 707 брать жабку что вот это шанс но вообще у team secret довольно неплохой пик ну так честно мне кажется все таки стоило сейчас взять кора так ты видишь оффлайнера и ты можешь никого не судить а теперь у вичи будет возможность подумать над тем кем контр пикнуть чтобы что он с линии много не имел и не взять такого героя который будет его по игре хотя бы как-то ловить контрить да ну ты вот допустим берешь какого-то героя на корпозицию ну допустим словно сикер которого не забанили и ласпиком берешь тармая противников нет или не подготовиться есть да кстати есть скай раз мейдж скай раз мы сейчас они вот сидят думают что мы возьмем такого-то мидера мы еще забаним кора который нашу мидера мешает либо я лишь что шторма забанят шторма все можно брать чуть ли на первой стадии вообще никто никогда ничего не мешает им это хорош антимаг никс мешает достаточно серьезно сейчас раз и селансер заедет центр такой-то глобал нужен да поэтому же бойцы не сайланс есть контроля хотелось бы конечно побольше на шторм спирита опять из-за того что он не на этого сложной линии если нравится что-то для него так делала контроля показывает экраны игроков там я помню виспа увидел на самом деле для вич гейминг что-то из этой серии что-то выбирали там просто может кликал мышка там но и спеста его дроу рейджер рискуют всегда уже есть сларк ну я не знаю есть сларк есть уже скорпион это игра на шторма просто дать ему ауру то в миде чтобы он имел преимущество сложная будет играть для шторма все в руках сетевая похоже почти все в этой игре потому что у дроу рейджер наверняка будут проблемы на стадии ланинга могут быть точнее если акцентирует свое внимание вич гейминг на этом лайне учитывая как вич гейминг ведут себя вообще на этом турнире то легкой линии по любому будут проблемы практически все игры отправляли туда нескольких героев и напрягали вражеского кора это правильная стратегия если твой кэри фармит а вражеский кэри не фармит то 50 процентов победы у тебя уже в кармане драгонайд декан начали в жир играть посмотрим классический китайский дк но у секретов сейчас шансов побольше да да вот в прошлой карте их просто не было здесь у них хорошие шансы победу действительно хорошие герои то есть возможно один-один но это сравнение будет зависеть есть шансы возможно на предыдущей карте шансов не было здесь они есть вторая карта вича против секрет начинается прямо сейчас но и лекс гад хантом уже готовы этот матч для вас комментировать да мы действительно готовы дорогие друзья в этот раз у секрет есть шансы по мнению наших аналитиков ты как думаешь я слушал аналитиков я согласен шансы есть но я думаю серым буду в ноль отвечу сларк герой который появляется крайне редко в этом патче на просто не тем более игры даже про пабы это героя забыли но временами если его нафармить он уходит дикий сноубол покупать себе silver age начинать просто резать всю карту такое может получиться и здесь да он ему здесь пригодится silver age против тайт хантера играют не знаю мне не особо нравится риск с дровкой то есть это герой такой вот когда пик трейд клик уже вот знаешь как будто стратегии зашли в тупик и надо попробовать сыграть чем-то топорно и берут трейд клик герой будут очень сильно бафать я даже не уверен что друг аренджер прям будет сама там вносить какой-то огромный урон но она будет бафать остальных там вроде как локверк тайт хантер ну и это как то вот ну да не понятно что там не будет они еще есть здорово да не могут охранять эту дровку здорово не могут к ней вообще не подпустить но кто-то при этом должен должен урон наносить ну в общем секреты могут сейчас играть и как и первую игру то есть провалить потом сделать один один потом в итоге могут и выиграть кто его знает непонятно я думаю что секреты могут сейчас побороться то есть тут у них пик явно получше то есть она прошла карте непонятно было как использовать свой драфт вы взяли тени у вас по факту больше нет урона мне на это пытается выйти хоть как-то в каре вынести урон то здесь но ауты присутствуют здесь я хотя бы гейм чейн чести которым я говорил здесь есть тайт хантер который может ворваться дать хороший это может быть не лучший герой который прямо изменяет игру то есть это не какой-то воет это не какой-то нигмы кстати нигмы вообще нет в игре вот вообще герой пропал от слова совсем но тайт хантер может быть просто видишь тайт хантер блэкин баром контриться если кто-то его покупает а мид гейме герои покупают обычно блэкин бар на корах то уже этот герой тайт хантера я веду уже не так может быть полезен ну как минимум заставляет задуматься об этом бкб и даже если он герою не особо нужен в инвентаре тебе приходится покупать то что без него ты нормально не подерешься ждешь этого анчор смеш рэвиджа теряешь дэмэдж и заветные секунды у шторма у шторма огромные шансы то есть под ру рейнджер аура будет работать урона много он там купит себя нулик и на центре в принципе стать будет комфортно сетевая не вижу никаких для него трудностей здесь но если не будут гангать то есть шторм герой всегда приятный против драгонайта милишника так вот как скалфорс грамотно я в принципе его поддерживаю классический драгонайт от китая он не будет тоже видеть особо но будет при этом неплохо неплохо фармить так тут у нас такой выход отвечу гейминг прошел легкий ребята встретились по лайнапам эту немножко понимает вичи гейминг что чему что тут тайт редко используют вот это вот новый альта да где вард стоит там где напасть ну да а тут прям реально прочитали где ваша центре поставят если он есть привыкать нужно сентрикс походу не слушать ни одной центре да у нас битва будет пройдемся по коллективам пупей будет играть на тхд и обзор клокверк стивай шторм спирит эйс дроу рейнджер и фастот тоже на тхд как-то странно да получается и команда вичи гейминг папарацци сларк ланэм нас на финге так у нас тут такая знаешь легкая драка бою это леван за руну purification используется и и все слушай еще и леван на самом деле больше урона внес суммарно чем получил ну purification конечно использовал но вышел повоевал таки потратила на танго нажмется еще одно нормально нормально получилось да на центре драгонайт пока один на топе вичи гейминг формируется на данный момент трипла против тайт хантера ну в общем я думаю что экшен будет хотя непонятно где будут так что такие линии получается что нет там три на три на центре и редко уже бывает что приходит просто один на день героя никакого саппорта нет мог бы там джокеру теоретически сюда прийти но нет видим джокеру внизу гоняет внизу у меня на это у меня есть про при этом я думаю сам там гонять может не меньше опять же учитывая прификация ну да вынуждены сделать его телепорт на топе подкоп на фату фата пытается уйти кракеншелл стоит сделать один удар он делает цифер с блат для него параллельно купить делает враг на элеване все таки элеван уже вроде сделал телепорт но он видимо пошел снова на линию как я понимаю телепорта мы точно сбить не могли но в общем да у меня это здесь не сладко да телепорт он сделал потому что сейчас он пешком идет очевидно там колдаун висит это не самый лучший старт линии для него но здесь такая линия слушай сейчас зацепили батарейками тебя провожают расстреливают а тут примерно вот что там что там линии похожи здесь ларк очевидно должен пассивку взять себе просто будут так и в итоге ловкость да вот она пассивка даже дарпакта нет на такой линии это очевидно то есть ты тыкаешь фата пытается уйти его подкапывают фата опять пытается уйти дается паунс и контроль за контролем там уже у сларка и ловкости много нужно начинать бить слишком больно и быстро на центре шторм какую-то нереально доминацию имеет пока носить вая аура у сетевая нулик должен быть скорее всего уже дошел но если вот он снова до фата то есть повтор повтор паунс был использован очень много ловкости у сларка посмотреть единица по минуте это нереально там 24 ловкость нужно быть как понимаю да прилично есть purification я обзор бежать маркин руна еще лежит можно проконтролить для своего мидера а можно забрать самому вариант тоже неплохо что левом первый уровень с пошел изведения обзор хочу не пошел срезать на развороте горит здорово ничего же не делает он потерял момент то есть уже и по уровню проседает и надо быть реально аккуратным то могут там хоть может газ появится у другой рейнджер вполне вероятно с очень быстро и можно будто лавана наказывать смотрю на смещение он не на это летел она с оттуда спрятался ему страшность было выходить да это благосуется это еще и взор с очень приятный был руной мог бы спамить способностями нику здесь ничего не светит я не знаю что ему придумывать но на этой линии стоять бесполезно я тебе скажу так антро ничего не светит то есть пол флейнером здесь ребята просто хотя бы опыт пытается получить и будут рады то есть это все но зато на остальных линиях у коров все круто может быть единственное что вот что он спирит пока очень хорошо фармит в отличие драгонайта ну ничего драгонай сейчас наберет уровень наберет пассивочку это появится драгон формы и восстановится я думаю что варить с этим проблем не будет может он будет еще по стакать что-нибудь ему или самок фармануть так ну и лаван получил второй уровень уже неплохо подходит с инфинк батарейки коги есть здесь также финрир есть 3 пол на себя спрятали но при этом идет в атаку видишь на пупе и не хотят ребята отсюда ходить при фикешен дается пупей больно есть газ по 2 м от эйса пупей пытается просто уйти пупей уйдет нет иллюзия иллюзия работает получают убийство правда закрывает его здесь и взор и взор пытается пробить шедо демона шедо демона просто бит коги в итоге ког разбивает пытается убежать телепорт от эйса эйс уходит а вот он улетел на т1 не стал на базу понимает что потеряет огромное количество времени лучше остаться здесь сейчас без регена и с половиной хитпоинтов и маны но при этом экспица подвышкой да тем более тут у эйса смотри сколько крипов еще еще и в ласточку мы привезли все все нормально абсолютно этот хантер в таком случае если у тебя прямо очень плохой ла лап нужно либо самому делать стаки либо попросить кого-то поделать стаки там ты на минуте 12 13 их фармишь когда игорек есть каркан шал есть это тема которая раньше практиковали постоянно если вдруг реально проблема на линии так засканили смещение на mid lane удивить не получится шторм 5 лан м 3 здесь же я обзор охранять его ставится ремнант на случай если кто-то будет обходить в спину и вори 25 на 5 выровнялся выровнялся со шторм спиритом батарейки стан бежать есть замедление уйдет но пытается замедлить теории конечно и взор подходит уже очень близко в контакт ставит коги батарейки вот у закончится но тем не менее вори пробивают вори дает стан коги отталкивают его подальше остается 115 поиспользователем как раз заряжается пятая минута тут еще и внизу атака на пупея пупея возможно не выживет пупея пытается убежать слона и ам подкоп ну да пупея отсюда не уходит ему просто нечем себя спасти пытается подойти на шрайн лана и ам подкоп очень четко краешком попадает и делаются убийства 24 старт неплохой пришлось сместиться до саппортом чтобы помочь мне на эту хоть что-то получить на этой линии видимо и крипы появляются помаленьку 8 крипов третий уровень что самое главное сейчас может топорик все купить леса пойдет фармить зачем топорик подкоп шторм спирит как-то ори что-то запоздал со стана вам просто его не дал может быть конечно колдаун была секунда я предполагаю что-то как-то странно так-то могли на самом деле попытаться убить и шторм спирит очень то что ультимейт это у него не было даже себе был ману него была на нуле но простили именно простили шторм ушел сейчас появляется 6 уровень намного труднее теперь будет убивать шторм теперь это беспокоит сларк у сларка очень много крипов он реально унизил тайтхантера в плане опыта 31 динай динай нынче это очень важно планом забирает рун отсюда выходит и сларк может там быстро очень купить себе что блайт какой-то и начать охоту там джакиро даже дроу рейнджер будет будут неприятности так сейчас можно открывать эйса спрятали будет ланэм подкапывать есть подкоп и иллюзии расстреливают дровку должен быть через ахил да вот он за хилл уэйса огромный проблем минус эйс можно и обзора зацепить богами рядом теги на ура работает фенерирует гоняет дуал вес неплохо замедлил и ликвид файр накидывал но по-моему промазал пупей но плохо все получается шторм сюда пришел он вроде хочет гангать но шторм еще заметят и в итоге на центре фрифарма остается драгонайта на топе какой-то нереальный фрифарма с ларка просто один стоит ребят так нельзя делать парк реально сейчас будут выходить убивать дроу рейнджер вот герой который убивает очень быстро и с ларк с такими героями будет расправляться на ура очень много артов будет покупать это зачастую достаточно чтобы убить дровку и ты ничего не можешь делать не можешь никак уйти ты там даешь гаста толку от этого 0 короче не знаю не знаю парк купит очень быстрый шедо блейд ты знаешь что он будет сейчас успевать фармить и линию и леса да дропак нажал под фармил снова на линию пошел на за может запушить тот пачку съесть там уже может быть сместиться и true рейнджер который сейчас вообще в лес ушла она не хочет на линии больше стоять но дру рейнджер всегда риск всегда риск а то пришел на на центре ему норму на край кончал 2 гикарёв 2 не выход команды вичи гейминг ланом вместе с фенриром дизрапшин с лк р 2 ланом должен про страйк скорее всего в 2 и сети они так много ман остается сло ринга нет стики 7 зарядов и сейчас главное за таймить грамотно бро страйками все подкоп есть при кейшин есть эти уайт пытается уйти а куда он улетит окей но тут есть пупей в ланом идет дальше больше ман это не там курьер ланом идет просто вперед про страйк через секунду подкоп пошел при кейшин сверху и он-то ушел у него там было сто двадцать тридцать маны после стиков далеко не улетел и взор коги ставят и леон репел просто ломать коги и пытаться отсюда уйти засел будет как только захочется репел так что можно еще можно разворачивать а потом батарейки надо быть аккуратно батарейки очень больно пробивают есть подкоп надо аккуратненько в контакте пить вот так вот и взор пару ударов погибает ланом доминайтинг уже имеет пупей пытается уйти ланом есть и стики видимо если и стики кстати мог бы нажать пойти по тавр так-то еще и подкопать решили ребята окей хватит сларк все это время фармит вообще без проблем драгонайт вторая позиция понтворца попытка убить драгонайта райвэджа нет вортекса что ли тоже нету сетю а я ну скорее всего тогда из ничего не светит так все до конец уйдет драгонайта без контроля бить бесполезно он дал бриз файр у него пассивочка в 2 и на этом 15 паригина в секунду если что там сларк у тракса пришла динает вышку тайтхантер уже неплохо сларк на топе тролинджа посмотрела на это все сказала не 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 я состоять против него в жизни не буду но вот может быть горит втроем выйдем райвэджа до сих пор нет и обзора тоже нет инициации фукшот два уровня на обзор то понятно все таки четверка десятая минута все идет а вот то что фата 4 уровень имеет вот это конечно ну да там дина этом дина и тайтхантер очень мало опыта получал не знаю беда сейчас наступит красмарк получит shadow blade опять же десятая минута преимущество более 4000 при том что есть только одна заданная вышка пушит от вичи гейминг не было это просто перри фарм чистый видимо видимо тайтхантер придется в урон выходишь эту игру камбэкнуть тайтхантер дэмэдж тот самый ладно шутки конечно еще можно играть то есть его еще может как-то убивать саппортов там того что до демона того же санкинга все еще стоит и шанс хороший сеть вообще скупить тебе каю возьмет там вортекс ремананта уже тоже будут 4 и я на самом вере что он может убивать именно саппорт то есть может варка кого-то навряд ли но пока происходит на что все наоборот надо главных граунд на закомбинить станы получается это сделать и сетевой погибает первое убийство для драгонайта 284 тысячи уже перри фарм сларка отпустили 10 минут просто отдыхает на линии фармят просто кайфует по идее что море вместе с левоном расстреливают и один дк я думаю может спокойно танковать эту вышку огромное количество арморов и преггин за спиной еще и омник под кларити который всегда может подхилить до падает и один без вариантов никто даже не собирается по дефать 82 счет 5000 сейчас будет 6000 преимущество а это для одиннадцатой минуты первый реальный выход от команды сега сейчас будет на центр я понимаю но они сейчас пытаются убить что-то у демона и даже наверное его убьют правда за 20 секунд это все делается фенрир но фенрир погибает или нет purification репел фенрир делает убийство в итоге после этого погибает сам врывается по парадзе есть ravage ice pass сверху урона 0 по парадзе по парадзе используют у тиммайт попытку бить фата фата погибает от привлечь попроса начинать бить крипов разворачиваться идет дает паунс какую-то достаточно странно видимо хотел наперед прыгнуть на купе купе попытка сделать или порт нужно бы его сбить либо просто убить привлечь на выбивают купе я но в итоге вышли нажали все кнопки нажали ravage а убили что-то демона и то это еле его убили еле-еле его убили да мы видим парадзе уже шадоу-блейдом вот он приехал к нему сейчас пойдет экспинг лесной в виде тейса если кстати можно убить здесь но не стал рисковать понимает что получит сайландс хотя можно сразу тарпакт поражать и войс тогда наверное шансов не будет парад сейчас просто чуть отнуться чтобы статы ворованные подольше хранились на нем и тогда можно будет бегать вырезать всю карту да ну а дальше мы видим сабелька понимает что у него с фармом все замечательно сабелька silver то дальше уж там что угодно может поэтому хоть ты орки покупай там в шторма врывайся его убивали там уже варианты предостаточно хотя здесь бы сайландс реально не помешал бы потенциально я думаю что просто статы пусть идет можно и так да это я так вот я выдумал такие варианты если ты прям уже чувствуешь эту игру и хочешь просто убить команду себе полностью 311 а есть начинает немножечко тут подпушивать параллельно драгонайт забирает т2 и самое опять же смешной ему никто не мешает ну просто никто всем они не готовы драться сейчас они потратили рейвич они ближайшие может прийти джакиру там дал бриз нажать то есть это же не трудно все делается но по факту наверное что выйдут на него и заберут страшно так фенлира опять можно забрать шаду демон это единственный парень на котором могут делать сейчас фраги секрет на там все скомбинили не мог никак зарабшим нажать хорошо убили ланом на центр вышел дает подкоп ну а то конечно не убить хотя у тори барабаны нажал репел на оре есть правда драгон форм заканчивается очень трудно за контроль 10 купе может отец пас по троим до этой спас попадают по двум игрокам на несколько секунд а и не докопался до вас она дуйте fire fat и еле живой если подкопал бы точно убил может привлечь на иллюзию красивая лэ он работает привлечь на иллюзию минус тайт хантер долго гнали его но она окупилась на топе упала т1 ларк наконец-то сбрил эту вышку продолжает фармить шторм спирит собирает каю удивительного в этом нет на долгое собирают на самом деле 14 минуты 5 тысячный творца дк обходит его на тысячу ларк обходит на 2 вот на готова к м 14 минута фенвир седьмой уровень уже аппарат и ему норм наш он даже купа что будет горит на и пофармлю еще чем не идти куда-то лучше буду отдыхать и . вбить соперник серон тебя не трогает да и убить наверное не может она так как-то не знаю сейс его видят вышки здесь нет сейф тп не будет нажимаются барабаны и карри команда secret пытается уйти уходит на то маршрут такой достаточно неприятный получается для него но это дро рэнджер против словарка уж извините так уж получается очень трудный нужен очень сильно под сейф там какой-то оракал кто-то еще кто может там реально защитить твоего карри как-то спасти ну что то демона был бы хорошего но командующий гейминг блингдайгер покупает себе дк с ларку уровень 13 шедер пакт паунс промакшен и вори дрэгон форма то есть нужно реализовывать заход на т2 параллельно пытается штамм спирит хоть как-то разменивать т1 и т2 макропира дается в целом неплохо неплохо защищается учитывая что опять же сетевая нас все время фармит но и вори горит ладно окей гонамид черт и врыв но трудно сетевая спит он на старой это шторм его если только комбинить прям залить и граунд потратил всю ману практически чтобы уйти отсюда надо на базу собрался из 10 уровень не хватает ему сейчас ни уровня не фарма очень давно он ушел в эти леса и обзор 7 уровня что можно сделать вот такой клокер транквил и все нет блэд мы что-то дима на самом деле он убивает а думаю димана до вопросов в остальном по остальным героям то трудно убить конечно просто если он врывается в толпу он рассыпается секунду только от него синицировать как-то позиционку вичи гейминг испорт немного там быстро как-то постраду бить опять шедоу демона который очень силен драки из пуржа мы своим дизрапшеном остальном до вариантов нет от пея на этом же актера тоже импакт немного кроме от пуша на папарацци был такой врыв но бессону штанцев папарацци улетает на топ там дру рейнджер и там тайтхантер и ну надо эйса цепляет терапакт очень грамотно надо нажать это обязательно телепорт а аурики решили просто уйти есть грамотно сделал долга стоит телепорт быть не смогли это шедоу демона подставил подгаст чуть-чуть позиционку другую выбрал мог бы подкрасть и сбить т.п дальше фармит пупей тоже седьмой уровень сразу рашит гост понимает что жизни здесь не будет из гостам опять же 8000 преимущество как же набирают вичи гейминг просто ну это прошлая карта очень похоже по экономике по росту как вот двигаются вичи гейми как дилет секрет вот они сейчас снова своим мэнкере не понимают что делать он очень боится выходить на линию боится фармит то что там и лан м с блиндаггером с эпицентром то есть ланом соло потенциально траксу может убить на подкоп эпицентр еще один подкоп боится с ларка очень сильно пошло ты не можешь уйти только телепорта нажимать это пара до времени полный дивард идет от вичи гейминг с помощью с ларка легко находит варды и даст появляется омника так видит шторма можно сейчас опыт копать но мне кажется нужен еще кто-то иначе контроля не хватит что демон здесь кого-то другого стоит забрать контроля в принципе вичи гейминг да там дорогая на это все Лан м показал себя есть ракетка можно невзоры теоретически выбрать вес был бы хороший айс паса вот такого нет попытка убить лан м лан м убить очень трудно respighted он стоит фазь погибает фата пытается убежать но его тоже отсюда уже никто никуда отпускать не должен в стан через секунду Надо нажать блинки, просто ворваться, да, он врывается, дает бризфайр, получает айспас, но слишком поздно. 3 в 1 размен, на снакинку тратят очень много сил. Да еще и у Сларки сейчас очень много ловкости есть. То есть это можно использовать для того, чтобы забрать Т2. Может быть даже немножко побить Т3. Дрэгон форма действует прилично. Можно пойти Рошана кого-то убить, тем более форма... Форма вот как раз и остается только, чтобы Т3 немножко побить, они на Рошана могут не успеть. Ну, оставили просто иллюзии, иллюзии побьют и отходят. Ну что, Виктор, я, честно говоря, не знаю, что делать Сикрет. Вот реально я не... Да, этот репел, который не дает за Райвич даже зацепить этого папарацци. Он просто стоит и бьет все это время. Да, а дальше он еще и собирает БКБ. На кэрри у команды Сикрет так получается. Ну нет, ну нет кэрри. Где кэрри? Кэрри нет. И тут не вина даже Эйса. Кэрри больше нет. То есть Эйс состоял в линии, но ему дали траксу. Окей, Тру Рейндж окрыт. Так, что мне делать на Тру Рейнджер здесь? Что? Так, против Сарка Драгон Найта, он мне на это играть? Ну, кайф. Спасибо. Да, Штурмспирит уже близок к Линкенсфере своей. Мечи гейминг разбивает Смолк. Руны лошадства у Ланэма. Кстати, странно, что у Ланэма, а не у Драгон Найта, честно говоря. Видимо, он просто ее подобрал. Потом уже понял, что совершил ошибку. Засканили. Ну, хоть тут Ланэмзи и выедил ракетку. Да, печально. Непонятно опять, что придумать. Твичи гейминг, ребята, которые... Препарация под репелом в наглую. Ну, конечно, там без какого-то контроля не получается. Пока, да. Появится какой-то орчит, может, заберут. Нет, райвайджа. Брейт. Ория побежал дальше. Но Ория опасно врывается. На самом деле играет очень неаккуратно. Ория могут попытаться убить. Ория больно. Ория есть из рапшин. Как же вовремя подошел сюда феррир. ЛН пытается тоже подойти, но не успевает. Ошибка, ошибка. Он врывался просто в пустую зону. Не знал, куда прыгает. Дальше летит сетюай. Можем убить феррир. Феррир падает. Эпицентр пошел от Ланема. В рейв. Рейвайдж в ответ от фейф-кантера. Он уже появился. Ланема также должен пробить. Препарация 6, но Ланема видят на центре. Это минус 3. Вот что должно произойти. Вичи гейминга должны закинуть просто. Но куда-то Ория запрыгнул, не имея за спиной Омни Найт. Да, он просто нажал кнопку. Говорит, окей, погнали. Мы же там выигрываем просто салат. Но он ворвался, да, и вообще не видя, кто там стоит. Ну, предполагал, видимо, что никого там нет. Можно попытаться подраться сейчас за Рошана. Выходит Папарацци. Что по центре команда Сикрет? А, центре нет. Окей, ну, ребят, вообще без вопроса. Я с центром, я как бы ничего сказать не могу. Попытка убить Элевен. Элевен, видимо, падет. Да, Элевен падает. Покупает себе Блиндайгер. Ну, Рошана засейвили. То есть не отдали Рошана. Папарацци сделал очередной фраг. Что у него там? Сильверейдж решил купить. Не стал покупать Блэкинг Бар. Будет довольствоваться репелом. А дали немного преимущества. Ну, а там стрик один вылетел. Как поменял мне Найт. Да, и Траганайт, наверное, тоже со стриком бегал. Ой-ой-ой-ой. Играешь с огнем, коттан. Играешь с огнем. Проиграл Рошану. Фата отходит и правильно делает. Потому что на него уже выехали. Там уже Сильверейдж или нет? Нет, еще не Сильверейдж. Надо деформить на мультимейтор. Папарацци. Пачку крипов хочет. Сколько ты игре ставишь? Еще минут? Нет, сколько вообще баллов ты ставишь по игре? Мало. Очень мало баллов. Из десяти. Где-то четыре, может быть. Может быть, даже три временами. Хорошо. Играя с ФЗ Клауд Найн, на сколько ставишь? Одиннадцать баллов. Одиннадцать десяти. Понял. То есть, еще бы хотел посмотреть такое сегодня. Почему сразу сегодня? Зачем ты загоняешь в него временные рамки? Какой-то свободный день, когда за окном льет дождь. Я бы взял чашечку кофе, комментировал игру и думал о нем. Ты о ком? Или не будешь говорить о ком? Не буду. Хорошо. Оставим это за кадр. Ну, сам же напарник у меня еще был. Угу. Ой. А вот он и селиверач заехал. Но Тейтхантера все равно быстро убить не получается. Есть Айспас, есть Макро Пиро Папарацци под Репеллом. Продолжает бить Фату. Фату все равно был без Реведжа, но убили его. Убили быстро. Руны Волшебства. Ой, как вкусно. Ну, Драгонайт, по-моему, уже где-то форму нажал. У него пулдаун усит. Забирает туда Кислар, Круну идет вперед. Стоит в центре. Пупей понимает, что все, походу, конец. Есть Сайланс. Хорошо. Ставит споги, закрывает Элевен. Элевен Репелл Эмина на Папарацци. Врывается Тейтхантера, у него уже появляется Реведж. Врывается Ланэм. Неплохой эпицентр Патко. Попадает по Эйсу. Ну и Фата, 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 Фата. Фату спрятали. Не может дать Реведж, да. Слушай, убьют они Шанал Деймна. Ну а дальше, дальше. Там, правда, Папарацци вырезает. Да, это проблема. Уже Ори сюда подошел. И Ори здесь. Надо уходить. Копает Фату. Можно попробовать. Да, Фата погибнет. Фата погибает, он после байбека. Ну, Папарацци. Папарацци получает. Его реально очень хорошо еще обмазывают тиммейты. Так а что делать? Он первый по Нетворсу. Так и должно быть, да. Так и должно быть, я согласен. Да, и ловкость он тут набрал. 84 ловкости. Просто он ненайдет Репельчик. Не на себя, а на Папарацци. Я погибну, окей. Зато Папарацци разрежет всех. И Пау от А3. Это все без формы Драгонайта. Падают бараки. Там Сетювай пытается использовать микрофишки от НС. Там полетел. Ну, не до фонтана, конечно. Вот так вот. Туда-сюда. И Пау Мид. 11-22. 14 тысяч перефарма за Вичи Гейминг. Рисует. Пупи интересный план. Поверху просто. Биллиард линий. Фенрира закрыли. Вровняется Сетювай. Фенрир. А у Фенрира можно добить, господа? У Сетевой Амана уже нет. Да. Стан. Минус. Ябзор отсюда тоже не уйдет. Там такие оплеухи просто от Сларка. Ты посмотри, как он вырезает. Дабл килл-то. Зачем-то летит Тайтхантер. ГГ. ТХД, уходи. Ну, Пупи понял, а что играть-то уже? Я умер уже и, ну, понятно, что здесь... Трипл килл. Мне лично... Интересно? Нет. Я не про это сейчас. Я про Дрорейнджера. И вот лично не совсем понятно. То есть, мы с тобой реально начали погорель, думаю, ну ладно, Дрорейнджер. А потом ты понимаешь, что кэри здесь не будет. То есть, Тракса будет круто бафать, но как она будет... Тут кроме... Ну, смотри, кроме Шторма. У тебя реально расчет идет, что Штром Спирит будет реально ходить убивать. Такое часто бывает, что Штром Спирит летает, убивает всю карту один. Да, такое бывает, но контроля здесь достаточно. Если его зацепили одним станом, то есть, ну вот, до линки слишком рисково. После линки, да, уже может он себе позволить где-то лишний момент загулять и попробовать по дровке убить. Но, слушай, пикать героя только для бафа такого, для Шторма, это как-то... Ну, я не знаю, это неправильно. Вот у нас в предыдущей игре был Тинни, который совсем не выстрелил. Это опять был Кор.